Ну что ж, а я всех приветствую, дорогие друзья, с вами Барон. Итак, начнём мы, пожалуй, с того, что мою машину у механика кто-то хочет скинуть в пропасть, но я не дам этого сделать. Нет, нет, стой. Ах ты, уродец маленький. Да, всё же мою машинку попытались скинуть, но у них ничего не вышло. Этот гребаный таксист сейчас, мне кажется, поплатится за всё, что он совершил, за все свои деяния. Итак, сразу меня многие спрашивали, братишка, как можно заработать, ну, довольно большую сумму денег за час, там, 20 тысяч спокойно рубить и вообще ни в чём не париться. Сразу говорю, если вы играете на 0.1 серваке, это можно делать с помощью работы механика. Это, на самом деле, самая лучшая, мне кажется, профессия, так как постоянно к вам подъезжают ребята и вы их либо ремонтируете, либо же заправляете. Да, кстати, почему не было стрима на задрот.инфо? Стрим будет завтра, в воскресенье, но лежу сегодня, в принципе, не знаю, там посмотрим, как пойдёт. Суть в чём я уезжал, покупать себе различные девайсы для компьютера, а именно мышку, клавиатуру, ну и на оставшиеся деньги прикупил себе ещё к плюсу наушники. В принципе, всё просто потрясающе. Надеюсь, вы поставите лайкосик, потому что, ну, это действительно зачётно. Так, репейр сразу мы... Вот как вы можете заметить, да, то есть начало работы, сразу же к нам подъезжают ребята и их нужно чинить. Да, это небольшие деньги, само собой, но иногда подъезжают люди, которых нужно заправлять. И вот здесь мы уже начинаем рубить реальные бабосики. Срубил я порядка уже 50 тысяч с самого начала работы, как раз-таки, механика. Это 2,6. У меня всего 2 часа я поработал, порядка 50 косарей я срубил. Это очень даже неплохо. Главное, успевать писать команду, на самом деле, тут на СамПРП 0,1 сервере, потому что много народа подкатывает. Клавиатура у меня теперь, кстати, механическая, если кто не знает. То есть это очень-очень круто. Меня это не может не радовать, конечно. Конечно, я думаю, конечно, вы не будете сильно агриться за счёт того, что у меня там посторонние звучки и всё такое. Надеюсь, вы меня поймёте. То, что, ну, в принципе, я реально охереваю от этой клавиатуры. Она мне очень сильно нравится. Сразу вот, опять же, репейр чуваку нужен. Сразу мы ему предлагаем репейр. Типа, давай, братан, быстрее, быстрее, быстрее. Так, этого мы нахер сбиваем, потому что он нам не нужен, на самом-то деле. Так, ещё разок мы его сбиваем. Потому что он пытается избить наш автомобиль. О, паре, ты нарвался. Да, действительно, я нарвался. То есть он на меня производит свои налёты и атаки, и я ещё нарвался. Ну, хорошо, кто ещё нарвался? Чувак на тачке механика такой вот, самый просто нига-босс и цвери-найс и всё такое. Либо же обычный бомж, который пытается избить машину вообще с нихера, так сказать. Инфернос, я так понимаю, не нужна починка. Я, в принципе, чиню всех за 50 вирт. Я не ставлю цены, там, для Инферносов 200 вирт, для того-то, там, 500 вирт, для того-то, там, 1000 вирт, для того-то, 50 тысяч, допустим, да. То есть, на самом деле, максимальная цена 10 тысяч вирт. Но мы не будем об этом, как бы. Я так, само собой, не делаю, потому что, ну, смысла в этом особого нету. И, в итоге, неплохо зарабатываю довольно-таки. То есть, ко мне подъезжает очень много народу и просят ремонт, заправку и так далее. Давайте сейчас я немножко поработаю, собственно. И самые-таки столпотворения клиентов я покажу вам, за сколько, как бы, сколько я заработаю за этот час. То есть, сейчас 20 часов 15 минут. Посмотрим, сколько будет ровно в 9.00. То есть, в 21.00 сколько у меня будет денег. Зарплата моя. Ну, что ж, продолжим, как только будет столпотворение клиентов, друзья. Итак, друзья, мы работаем, ну, примерно я работаю уже минут 10, так, 15. В принципе, довольно неплохо. У меня несколько человек заправлялись. Это меня очень сильно обрадовало. Довольно неплохо. В принципе, довольно неплохая работа механика. Самая довольно-таки прибыльная на третьем уровне. Так, наверное, видео и назову. Самая прибыльная работа на Самперпе. Все дела, ёпта. Тили-тили, трали-вали. На самом деле, очень крутая работа. Да, она скучная. Потому что ты тупо стоишь на постах, типа поста, да. И тупо ждёшь своих клиентов, которые к тебе подъезжают. Прописывай всего две команды. Либо репайр, либо же рифл. Вот, например, подъехал чувак. Мы пишем 275.50. И сразу пишем... Ну, заправляем его и чиним. То есть, этот человек сам решил заправиться и починиться. Всё. Плюс ещё один человек, плюс 950 вирт мне в копилочку. Работа действительно очень прибыльная, ребят. Поэтому, если вы играете на крупных проектах, будь это даже не Самперпе, да. Будь это Diamond, Advance, Arizona, ну и прочая там херня. Хотя, насчёт Аризона, это давно уже не крупный проект. Поэтому, после конфликта, там будет полная жопа сейчас. Ну, ладно, не будем об этом. На самом-то деле, что я хочу вам сказать. То есть, на Diamond, на Advance, если присутствует такая профессия, если честно, я не знаю, то, разумеется, вам, мне кажется, стоит тут играть. Ну, за механик как раз таки. Потому что механик это самая топовая профессия для самого начала. Вы здесь сможете заработать где-то 1200 до 4 левела. У вас, соответственно, будут бабки. А будут бабки, будут и разные дома, машины и квартиры. И это реально топчик. Вы сможете кататься потом на автомобиле, сразу же купить себе какой-нибудь автомобильчик. И далее развиваться. Собственно, друзья, еще я хочу вас попросить давать мне какие-либо задания на серию. То бишь, устроиться механиком и заработать 20 тысяч вирт. Или же еще что-нибудь. И эти задания будут озвучены как раз таки в видео. И самое прикольное, даже ваша фотография с вашим ником и ваш комментарий вылезет на экранчик. Поэтому, ребят, дерзайте. Пишите мне обязательно какие-нибудь задания. Ну, не самые такие топово сложные. Типа, там, залезть на ЛВА, заправить все машины, заправить там 500 машин и так далее. Потому что это долго, само собой. Ну, да, я не спорю, это прибыльно. То есть, многие могут сказать, типа, Барон, это же прибыльно. Ты заработаешь большие бабосики. Нет, друзья, я не насчет денег. Я говорю о том, ну, конкретно не насчет количества, а насчет баблинского. То есть, если вы хотите, то пожалуйста. Если будут задания, то, соответственно, будет их и выполнение. В следующем же выпуске. В следующий выпуск будет все еще механик. То есть, скорее всего, насчет механик я запишу даже две серии. Потому что одна серия, это довольно-таки скучно и скудно. А вот, что касаемо две серии, это уже неплохо. Потом пойдет разводчик продуктов. Попробуем там поработать и заработать хотя бы какие-нибудь денежки. Ну и, соответственно, разводчик хот-догов. Где-нибудь на АВЛВ, на АВЛС и так далее. Ну, желательно, конечно, на АВЛВ. Потому что там довольно-таки рентабельно это делать. Очень много народу высокого левела. Если даже смотреть по табу, очень много людей высокого левела. Потому что все же это ноль первый сервер. К нам подкатывает какой-то пацанчик, пытаясь меня сбить. И у него, к сожалению, это получается. Но я все понял, короче. Я понял тебя, братишка. Каждый намеревается уничтожить механика. Не знаю, почему на самом деле. Я, наоборот, когда видел механиков, я их любил. Как, не знаю, как зеницу ока. Оберегал, хранил их. Потому что механик это самое дорогое, что есть на СамПРП. Если у вас ломалась машина или кончился бензин, кто вам поможет? Конечно же, механик, который приедет в любую точку, заправит вас или же починит. Даже таксисты так не подъезжают. Я уже не говорю о полиции и скорой помощи. Но механик это такой человек, который... Он человек слова. Есть вызов, я еду. Мне нужны бабки, я еду. И все хорошо. Притом, чем дальше едет механик, допустим, он едет из СФ в ЛС, если он туда приедет, я всегда давал ему чаевые. Примерно тысячи три-четыре. За то, что он типа приехал. И благодаря ему я снова еду. Я снова в строю автомобилистов или же мотоциклистов. В принципе, разницы нет в этом никакой. Вот, кстати, еще один чувачок подъезжает. Ему сразу мы видим по машине, то, что ему нужна как раз-таки починка. Возможно, так, пишем сразу рефил, само собой. Потому что мало ли, вдруг он захочет еще у меня и заправиться. То есть он ничего не говорит, поэтому мы просто выжидаем. Он сейчас починится, заправится. Еще раз починочку ему предложим. Нет, нельзя. Я предлагал уже этому человеку ремонт. Так, ну что, давай, давай заправку скорее. Пока этот старый хрен не перебил мою заправочку. Не надо, братан, уедь отсюда. Вот, кстати, для таких случаев желательно иметь с собой оружие. То есть видите то, что какой-то хрен предлагает какую-то непонятную фигню. То есть сразу его хлоп-хлоп-хлоп спокойно. Ага, спасибо. Тут 10 тысяч стоит эта машина. А, то есть пацанчик все же. Ага, нет, это не 10 тысяч. Ну ладно, хорошо. Он не подчинился, не заправился. Но самое интересное в механиках это то, что вы мало того, что просто стоите на точке и зарабатываете кучу бабла, вы еще можете ехать на вызов. Мне это на самом деле очень сильно нравится. Действительно. Я думал на самом деле раньше то, что вот я просто страдаю какой-то хероборой и все такое. Но я, к сожалению, давай репейр, репейр, 2680. А, нет, моя машина тоже взорвалась. Вот. И все вызовы, собственно, как говорится, человек косяк. И сразу чувак мне пишет, типа, ты дебилл зачем ты это сделал? Но, братан, извиняй, я немного не привык к этой клавиатуре, на самом деле, к механической, к ее ходу клавиш. Поэтому я даже к мышке банально сейчас привыкаю очень жестко. Стараюсь кэшки тащить и все такое. Мышь, на самом деле, у нее ход идеальный просто. Идеально плавный, идеально хороший. Я, прошу прощения, прошу прощения. Хотя, что ты пишешь? Ты же трупак уже по РП. Но он продолжает мне писать и с оскорблениями что-то. Ну, ладно. Не будем об этом. Сразу, кстати, все, машин механиков нету. Придется, скорее всего, ждать машины механиков. Или же снять машинку себе, которых тоже, к сожалению, нету. Все машины просто разобраны. Машины механиков разобраны. Обычные вот эти машины арендованные тоже разобраны. Единственное, что можно найти вон на той, как раз таки, стоянке такси машинку. Единственную. Да и то не факт, что вы ее там найдете. Это просто вообще жесть играть в 0,1 сервере. Тут постоянные поединки, бои и все такое. Именно, кстати, поэтому я задумался уже о прокачке скиллов. Сразу можно заметить то, что у меня 66% прокачено скилла дегла. Благодаря Джонатану, который на стримах мне постоянно... Рой Джонатану, который на стримах мне постоянно дает дегла. Прямо аж под 200, под 400 единиц дегла. Блин, я его выкинуть, да, я его выкинуть, вероятно всего, не могу. Да, к сожалению, не могу. А вон моя машина же, е-мое, взорванная. Она сейчас куда-нибудь поедет, вероятнее всего. Блин, ну, пожалуйста, пожалуйста, остановись. Я смогу тебя забрать к себе в гости. На самом деле, да, я могу забрать ту машину, потому что она действительно принадлежит мне. То есть, она взорвалась, но платить я за нее второй раз не буду. Так как это мой автомобиль. И это очень даже, ну, очень даже неплохо. То есть, я могу ее забрать, уехать от того чувака, тем самым спокойно кататься. Ну, по крайней мере, раньше так было. На данный момент я ничего не могу сказать, что вообще будет происходить. Пока этот чувак лицом щелкает, и он сейчас тут что-то будет делать. Так, ну-ка, ну-ка, попробуем, попробуем. Ап, нихера подобного. А вот это что у нас? Ну, это уже не с нашей заправки. Да, это уже не с нашей заправки, конечно же. Ну что ж, ладно, друзья. Хорошо, сейчас я найду новый автомобиль. Вызову такси, собственно говоря. Даю на чай. И мы с вами отправимся в дальние-дальние страны, в дальние края. Итак, таксист нас уже подвозит. Все, принял таксист. На самом деле, ранее были машины как раз-таки неподалеку от фермы 0. И неподалеку от заправки, где всего лишь цена бензина 1400 вирт. Но, да, да, имеются машины механиков. Пишем человеку, благодарю вас, благодарю. Мы будем тут идти интеллигентными, рпшными парнями. Удачного дня. Все. Чувак нам пожелал удачного дня. И, возможно, кстати, мы его сможем заправить, если ему, конечно, нужно. Это нет. Ему это не нужно. И сразу мы берем контракт подешевле. Как известно, на самом деле, чем дешевле у вас контракт, тем больше клиентов у вас будет. Ну и, в принципе, можно точку выбрать. Давайте выберем точку более какую-нибудь интересную. То есть, точек на самом деле много. Это мост АВЛС, там, где куча народу. Мэрия, но там заезжают всякие залетные ребята. То есть, подчиниться, заправиться. Но заправиться намного меньше. Автошкола, где я обычно стою. И, само собой, святыня святых вообще. Это вот этот вот мостик. Сразу так, как раз-таки мы сразу нарываемся на клиента, который как раз-таки сразу же нас просит починить его автомобильчик. И, на самом деле, это правильно. Баро. О, так это мой подписчик. Привет, братан. Привет тебе. Привет. Удачи. Спасибо большое тебе, Рич. Тебе тоже удачи. Приятной работы. Много клиентов, много денег и все такое. Как мне обычно в стримах желают много донатов и много баблинского. Но, в принципе, ни того, ни другого нету. Нифига. Бывает. Так, хорошо. Ну, здесь, конечно, да. Здесь народу не такой приплыв, конечно. Не такой прилив людей. Но здесь ездят таксисты, на самом деле. Вообще, когда имеются какие-то мероприятия в ЛС, и все из СФ, из ЛВ валят по этой трассе. Конечно, да. Из ЛВ валят по той. Но из СФ-то больше, а здесь еще плюс квартирки. Ну, сразу мы можем замечать то, что вот репаер 412 за 50 вирт. Возможно, кстати, мы ему все равно предложим рефил. То есть, у нас же дешевая заправка. Купи у меня бензин. У меня самый лучший бензин в штате, как говорится. Кстати, как завлечь клиента. Вот еще едут гайцы. Но они едут, я так понимаю, на вызов. Вот таксист, таксист, ты мой, ты мой, да, ты мой, ты, вот это хорошо. Да, конечно, сразу хочу сказать то, что очень мало народу заправляются. Очень мало народу заправляются. Потому что у большинства привычка, разумеется, заправляться, как я обычно заправляюсь. Это конкретно на заправках. Или же просто взять с собой канистру, возить ее с собой. И не париться, в принципе. Если вы очень мало ездите и в основном сидите в какой-либо организации. Если же вы катаетесь часами, то, само собой, вы будете заправляться у механиков. Потому что заправляться на заправке, это очень сильно затратно для вашего кошелечка. Так, ну, наблюдаем. Просто очень, очень, очень много народу подъезжает. И я надеюсь, вы поставите за это видео большой палец вверх. Просто огромный, потому что это очень круто. Но обидно то, что здесь еще ни один человек не заправился. Все подъезжают, все хотят, хотят подчинить свой автомобиль. Но как же заправка? Как же этот потрясающий лучший бензин в штате, который я продаю? На самом деле, я вообще не знаю, как я продаю бензин и как я заправляю. Я же механик вообще. Это машина для эвакуации вообще автомобилей, которые, в принципе, будут в аварийной ситуации. То есть ДТП и разбитую машину берешь за капот, поднимаешь и спокойно едешь. Но что поделать? Кстати, можно докинуть бомжа? А, ладно. Это прям... Поехали до фермы. Блин, я его случайно сбил. Поехали до фермы, я доброшу тебя, дорогой мой друг. Поехали. О, лампочка. О, вообще, вообще, вот это кайф. Та не мне на автошколу. О, ну на автошколу, кстати. Ладно, в принципе, что, поехали тогда на автошколу. Да. Да, садись. Садись на автошколу. Все же бомжам нужно помогать. Какой бы вы левел не были. Первый, второй, третий. Если видите то, что прыгает, так бомж чисто... Подсадите его. И все будет супер. Так, нам нужно рефил. Давай, я еще сейчас заправлю. Ага. Ему репайр нужен. Ну, хорошо, давай. 50 вирт. За 50 вирт мы его починим. Все. Это все, да? Блин, да сколько клиентов. Я так... Вот, первый, первый человек, которого нужно заправить. Соответственно, стоит бомжу дать немного на начальное развитие. Потому что, ну, все же это бомж. Репейр 360. Так, блин, 36... Рефил. Блин, 360. Ребята, вы что, репейр? Оооо, вот это... Вот это пошло дело. Слушай, прибыльное дело, на самом деле. Прибыльное дело здесь стоять, на самом деле. Серьезно. Я не успеваю нормально отъехать. Как кучу народу ко мне подкатывают и все такое. Вы где? Еду... Еду в аж. Еду в аж. Что ж, ага. То есть, я не могу отправить ему сообщение. Так, ой, так, еще один. Эх, первый раз играю. Да, первый раз это опасно. Первый раз это опасно. Главное, я тебя понимаю. Обязательно напишем человеку этому. Потому что первый раз... Уже пипец как нравится, да. Первый раз, как в первый класс, на самом деле. Прикольно, прикольно играть первые разы, когда ты ничего не понимаешь. У тебя немного денег. Я даже этому бомжу, дабы то, что он играет первый раз. И действительно, как бы, ну, я так понимаю, он действительно играет первый раз. Потому что он довольно добрый бомжик. Он просто сказал мне спасибо большое, что ты, как бы, до автошколы меня допросишь. Я просто дам ему, ну, давайте я ему дам 1500 вирт. В принципе, это довольно-таки неплохая сумма. Всегда, ребят, действительно, помогайте бомжам. Помогайте новичкам, которые действительно начали только-только играть. Еще ничего особо не понимают, не знают. Это же так круто. Помогать бомжу. Возможно, какой-то информацией. Возможно, деньгами. Но все богатые ребята, они жмотят очень жестко. То есть, я ему дал всего-то 1500. Он же пишет, ого. То есть, это большая сумма для него считается. На самом деле, может, он меня и обманывает. И говорит, что, типа, я играю первый раз, а на деле нифига. И этот чувак просто офнулся. Роберт Дэй... Дэйни, зачем ты офнулся? Я же вез тебя прямиком в автошколу, а ты просто вышел из игры. Бедный, бедный ты чувак. Зачем? Зачем ты это сделал? Ну, ладно. Это, в принципе, его дело. Я дал ему 1500, попытался его довести. Вообще, я очень добр к людям, которые начинают играть. И которые, вообще, со мной добры. То есть, вижу человека, который прыгает. Я сам был таким же бомжом. Так же прыгал. Так же было мне трудно развиваться. Я понимаю его. И я просто стараюсь ему помочь. Даже если я занят, работаю, да. И это вообще запись ролика. Я все равно ему стараюсь помочь. Потому что, как же не помочь человеку, который тоже, в своем роде, страдает от того, что он не может добежать до туда. И бежать до туда, на самом деле, минут 10-15, если не 20. Это очень долго. И за счет этого всегда стараюсь помогать ребятам таким. Ну, что ж, друзья. Давайте сейчас мы парочку еще человек обслужим. Хотя даже можно сейчас вот не останавливать запись, на самом деле. Сейчас будет скоро 9 часов вечера. Можно на этом уже будет заканчивать запись. Но мы, главное, мы посмотрим, сколько же мы заработаем, когда закончим данную работу. То есть, на самом-то деле, мы сейчас вот просто заправляли кучу народу. Да, это было круто. Мы сейчас их заправляли, чинили, куча людей к нам подъезжала. То есть, это было реально топово. Это был максимальный топчик, который когда-либо со мной случался. Да, это круто, когда кучу народу просят подчиниться и заправиться. А самое главное, это заправиться. Потому что заправка, само собой, дает нам очень неплохую сумму денег. Ну, подчинка, допустим, 50 вирт, да? Заправка 800, там, 900, 1000, ну, неважно сколько, но все равно это очень много. То бишь, если у вас, допустим, 40 машин у вас заправились за 900, то, соответственно, вы получите 40 тысяч вирт. Конечно, 40 машин это очень сложно обслужить на заправку, потому что их банально зачастно не найти. Вот видим мы расстрелянных ребят. Чени, да, именно Чени. Репаер 6, давай за полтинник, ага. Вот, вот, вот. Еще один чувак, которого нужно просто заправить. Это потрясающе, на самом деле. Действительно, просто вот если задуматься о работе механика, сколько же механики зарабатывают, мне многие задавали вопросы. Почему это видео называется «Безумно быстрый способ заработка» или что-то в этом роде? Да потому что механиком вы сможете на третьем уровне зарабатывать на 0.1, на 0.2 серваке огромные суммы денег. Такие, о которых вы даже никогда не подозревали, никогда не думали. Здесь действительно можно до 4-го левела накопить себе на квартиру, возможно, даже накопить себе первый миллион. Потому что здесь, ну да, дальнобойщий, конечно, будет прибыльнее, но не на 0.1 серваке. На 0.1 дальнобой, но не особо такой прибыльный, потому что большая конкуренция. Ну, это, мне кажется, все со мной так согласятся. Ну, а что касаемо механиков, ты вот встал, спокойно стоишь, никого ты не трогаешь, ты никому не мешаешь. Особенно, если у тебя есть ствол и прокачан скилл дегла, что я, кстати, и хочу сделать. Когда на тебя нападают, ты просто выходишь на кой на понтах и расстреливаешь этого человека. Все. На тебя не будет никто нападать, потому что будут знать, что у тебя есть диссертыгл. Кстати, у меня самое прикольное... Да, а, блин, я без клиста, е-мое. Я думал то, что у меня имеется клист. Ладно, давай. 25-й клист включим. Так, вот, кстати, конкурент подъехал. Небольшой. О, да он врезался просто жестко. Нет, это конкурент. Он предпочел уехать вот как раз-таки туда. Ну, и правильно сделал, на самом деле. Вон, я смотрю, едет лимузинчик. Взяли за 10 тысяч, чуваки, лимузин. Так, что-то он от меня хочет, я так понимаю. Залей. Слушай, кстати, да, в 9 часов же тут свадьба будет. Блин, надо записать свадебку-то, е-мое. Надо быть хорошим человеком и записать здесь свадьбу. Тут же, блин, свадьба, точняк. Хорошо, ну, пока я выдвигаюсь тогда на вторую серию. Сейчас главное взять хороший себе автомобиль. Пока что давайте поедем. И сейчас мы увидим, сколько же мы заработали себе за час. Ну, как раз-таки сколько тысяч вирт. Это может быть 5 тысяч, 10. Я сам, если честно, я не знаю. Но я точно вам скажу, это больше 7 тысяч вирт. И это уже неплохо для новичка. Действительно, если ты новичок и ты только начал играть. 7 тысяч вирт для тебя огромные бабосики. На самом деле. Сейчас мы возьмем себе вот здесь вот обычный автомобильчик. Какой-нибудь более такой, менее, более-менее крутой. Чтобы нам, ну, не были мы как мудаки здесь. Возьмем его, арендуем. Собственно, и поедем записывать свадьбу. Да, это опасно, конечно, записывать свадьбу. Но мы зато на крутой тачке и все такое. Итак. Давай, давай уже. Наконец-то. Скорее, скорее. Где же моя зарплата? Где же моя заработная, моя любимая плата? Где она? Где она? Я все жду ее, но не могу дождаться. И да, мы заработали 12 656 вирт. Если мне не изменяет в моих глазах, само собой. Это довольно неплохо. То есть за час мы заработали 12 кусков. Третьим ловаком? Да вы что? Не может быть такого. Когда мы на таксисте зарабатываем, ну, где-то порядка 6-7. Ну, все равно. Да, много, но не так, как на механике. Да, возможно, вы сможете заработать больше на разлучках продуктов или еще что-то. Кстати, мы это потом обязательно проверим. И будем сравнивать, какая работа намного лучше. Ну что ж, друзья. На этом я заканчиваю. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставите лайкосик за эту серию. Потому что я реально для вас старался. Я стараюсь, качаю лывачок. И, блин, стараюсь записать для вас реально годноту. Даже с превьюшками. Поэтому, все, ребят, на этом я заканчиваю. Большое всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.